Всем привет! Вы на канале правильный выбор. В этом обзоре я расскажу о планшете Lenovo Tab M10 TBX505F. Ну а о вас я попрошу поставить лайк и подписаться на канал, а чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов, вы можете включить колокольчик. Корпус планшета выполнен из пластика с soft-touch покрытием, благодаря которому устройство не выскальзывает из рук. Между пластиком и металлом есть зазор, который дополнительно улучшает хват. Толщина составляет всего 8,1 мм, а вес 480 граммов. Его приятно держать в руке, и он легко помещается в сумку или рюкзак. Этот планшет создан для того, чтобы его можно было легко взять с собой куда угодно. Оцените высочайшее качество изображений, от динамичных игровых сцен до красивых деталей на семейных фотографиях, благодаря 10,1-дюймовому дисплею планшета. Средняя яркость подсветки составляет 327 кандел на квадратный метр. Никаких настроек дисплея в системе не предусмотрено, а значит придется привыкать к тому, что есть. Планшет работает на операционной системе Android 9. Также есть дополнительный пакет Kids Pack. Это все, что нужно для того, чтобы дети могли безопасно пользоваться планшетом и не повредить его. Он включает в себя ударопрочный чехол и предусматривает специальный детский режим работы, при котором возможен просмотр только специально отобранного и постоянно обновляемого контента. В планшете установлена 5-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера имеет автоматическую фокусировку и может записывать видео в 1080 пикселях при частоте 25 кадров в секунду. Фронтальная камера может то же самое, но при 30 кадрах в секунду, довольно необычно. В приложении камеры доступны различные режимы, а также фильтры и ручные настройки баланса белого и чувствительности. Поддерживается HDR, есть возможность панорамной съемки. В целом гаджет делает снимки удовлетворительного качества. Фотосенсор не способен захватывать мелкие объекты четко и правильно. Кроме того, используется программный алгоритм усиления резкости, из-за которого некоторые сцены могут выглядеть неестественно. В условиях недостаточной освещенности камера снимает плохо. Фронтальная камера ничем не лучше основной. Снимки на 2-мегапиксельный фотосенсор выходят размытые, на них преобладают шумы. Единственным ее преимуществом является необъяснимая способность записи видео со скоростью 30 кадров в секунду. За производительность отвечает процессор Snapdragon 429 в связке с видеоускорителем Adreno 504. Встроенной памяти у устройства немного 16 или 32 гигабайта. К счастью, есть поддержка карт памяти до 256 гигабайт, на которой можно будет переместить не только фотографии и музыку с видео, но и приложение. Оцените реалистичный объемный звук при прослушивании музыки, просмотре фильмов, шоу и любых других видео. Где бы вы ни находились, два фронтальных динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos создадут эффект полного погружения, как в кинотеатре. Устройство оснащено скоростным Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 4.2. Модуля NFC здесь нет, но отнести это к недостаткам нельзя, так как ходить с таким большим девайсом по магазинам и расплачиваться им не совсем удобно. Мощной батареи объемом 4850 мАч в совокупности с энергоемким процессором хватит на день активного использования. Для планшетного компьютера, который преимущественно используется дома, это хороший результат, ведь его всегда можно поставить заряжаться на ночь. Возможно, вы захотите поделиться своим мнением об этом планшете в комментариях. Напоминаю, все лучшие цены на модель вы найдете в описании. Надеюсь, что я помог вам сделать правильный выбор, и вы уже поставили лайк. Не забывайте про подписку и колокольчик. Всем пока!